Добрый день! С вами Лена Стянь. Сегодня у нас с вами распаковочка. Мне пришли две посылочки небольшие, они все связаны ногтями, поэтому я решила все это снять в одном видео. Первое, что мне пришло, это гель-лак. Название непонятное. На сайте продавца было заявлено вот такой гель-лак CND-S. То, что мне не понравилось, небрежно оформлено здесь. Заявлено 10 миллилитров. Цвет у меня 0,4. Должен быть темно-синий. Да, такой цвет и есть, темно-синий. По ощущениям плотный. Отдельное видео сниму выкрустку гель-лака. Пока он мне нравится. Бутылечек полный. Цена его около 90 рублей. Плюс сейчас там платная доставка. Единственное, что вам нужно учесть по поводу данного продавца. Я заказывала ему два товара. Безворсовые салфетки и гель-лак. Он посылку разделил. Гель-лак мне пришел. Пришел, кстати, быстро. 20 дней. А салфеток еще до сих пор нет. Ну, я думаю, нечего здесь говорить, потому что, в принципе, то же самое, что и здесь. Единственное название. Все остальное то же самое. Прям скопировано полностью. И следующее, что мне пришло, это фрезы. Они подходят для вот такого аппарата. Аппарат я и тоже заказала, но его еще нет. Это вот мой аппарат. У меня такие фрезы есть, но у меня они вот в таких пакетиках. Сейчас мы детально рассмотрим эти фрезы. Упаковочка какая-то со сколами. Тут видны они. Везде, причем, сколы есть. Раскрывается туговато, то есть сидит плотно. И вот сами фрезы. Как ржавчина, не ржавчина. Что-то мне не очень нравится. В принципе, они все неплохие. То же самое, мне кажется, что у меня не совсем такие глазки, как будто в пыли они на самом деле. Такое впечатление, как будто они в пыли. Но это, кстати, возможно вот от этой вот зеленой штучки. Потому что она вся прям неаккуратно сделана. Стоимость этих фрез 180 рублей, по-моему. Цена доставки, сейчас у них платная доставка, там 35 рублей. Я их заказывала в конце января, сегодня март, 10 марта, они пришли. Да, на всех фрезах непонятная вещь. Сейчас попробуем их в аппарат вставить. Тоже вставляются, на самом деле. Вот это вообще не у меня особо вставляется. Она прям с трудом туда заходит. Сейчас попробуем другую фрезу взять. Берем вот эту фрезу. Вот эта хорошо вставилась. Давайте попробуем еще какую-нибудь. Тоже хорошо вставляется. Тоже вытаскивается сложнее. По-моему, они даже все из разного материала. Где-то светлее, где-то темнее. Но вставилась нормально, смотрите. Так, возьмем вот эту еще. Тоже сложно вытаскивается. Давайте еще попробуем парочку этих фрез вставить. Плотно вставляются. Ну, вставляются все. Из всех фрез, получается, у нас одна не вставляется, все остальные вроде работают, вставляются нормально. У меня такие фрезы есть, но я их покупала без упаковки. Мне они, в принципе, нравятся. Они мне устраивают полностью. Я их не все использую. Но, например, мне нравятся очень вот такие вот тонкие фрезы. Я их приподнимаю как раз вот кутикулу. Очищаю боковые валики. Очень мне нравится вот такая фреза такого формата. Она очень хорошо шлифует. Есть здесь такие прям поменьше. Тоже шарики. Можно в трудные места залезть. Неплохие вот эти фрезы. Мне нравятся именно вот распаковые валики. Вот здесь то, что кожа очень твердая такая бывает. Она очень хорошо убирается. Набор недорогой. Получается там сейчас 180 рублей сам набор. И досладка 35 рублей. 200 рублей. Пришел у меня, заказывал в конце января. Месяц небольшим получается. Упакован был в пупырчатый пакет. И отдельно еще пленка была пупырчатая. Смотрите, вот такая распаковочка у нас с вами была. Ссылки на все продукты я оставлю. Это у нас фреза для аппарата, которая подходит под этот аппарат. Идеально. И гелак, который был заявлен как CDS. Вот такой на картинке у продавца. А пришло вот это. Но по плотности, пока по плотности он мне нравится. Он плотный. Запаха нет никакого. Не жидкий. Хороший гелак. Обязательно с вами его протестируем. Попробуем. Своё мнение обязательно еще скажем. Надеюсь, мой обзор вам был полезен и интересен. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok.